Валерий Соловей Верят в мистику и оккультизм. Именно это вызвало то, что их так напугал шаман Александр Габушев. Ролик называется, лучше зачитаю, Валерий Соловей, шаманы для Путина, новая царица России, война в Кремле, как угрожали Зеленскому. Его там легко посмотреть. Он назвал также, сколько стоят услуги шаманов, например, из Амазонии. Они редко, это миллионы долларов. Кремле, тем не менее, такие деньги шаманам платят. Но сегодня я хотел бы остановиться на другом. Валерий Соловей подчеркнул, что он и сам в какой-то мере верит в оккультизм. И уже записал об этом несколько роликов. Кстати, у меня об этом есть небольшой цикл статей на Дзене. И с ними там можно легко ознакомиться, на моем канале на Дзене. И главным стало заявление Валерия Соловья, что в отношении Владимира Путина был проведен обряд, разрушающий удачу. И это сработало. Удача Владимира Путина действительно покинула. Вот этот фрагмент. Совершается обряд на разрушение удачи. Ух ты, все серьезно. Если вы посмотрите за российской политикой прошлого года, вы вдруг с удивлением обнаружите, что где-то с лета, с конца лета прошлого года Владимир Владимирович покидает удачу. Дальше он сказал, что эта информация была проверена. Проверена спецслужбами. И Путин обратился за помощью. Но получил ответ, что ничего сделать нельзя. Обряд слишком сильный. Ну и как я сказал, это тима у Валерия Соловья получила продолжение. Дальше он записал еще один большой ролик со специалистом российским по оккультизму, чтобы не ошибиться, лучше зачитаю, Андреем Космычом. В этом ролике он подчеркнул, где был проведен обряд и кем. Но думаю, это лучше посмотреть непосредственно в самом ролике. Он тоже, понятно, есть на его канале. Но меня больше заинтересовали другие его ролики, последующие за этим. За интервью с Андреем Космычом. Лучше зачитаю тоже их название. Таежная гаэстетика и стрим Валерия Соловья. Ответы на вопросы 25 марта в 20.00 по МСК. В них он рассказал, как Владимир Путин попытался бороться с тем, что его покинула удача. И вот этот рассказ действительно вызывает шок. Более того, эта информация по-настоящему сенсационна. А суть ее в том, что он рассказал, зачем Владимир Путин вместе с Сергеем Шойгу ездил в тайгу. Как сейчас шутят. В тайгу с Шойгу. Главной целью этой поездки, оказывается, было проведение шаманского обряда, тоже лучше, чтобы не ошибиться, считаю название. На обретение силы, могущества и защиты. Причем слово шаманского, по словам Валерия Соловья, здесь нужно взять кавычки. Валерий Соловей подчеркнул, что никакого отношения к настоящему шаманизму этот обрет не имеет. Это был спектакль, проведенный лично для Путина. Но Путин, тем не менее, на это повелся. Но самое впечатляющее, что это был не просто спектакль. А это был, как я уже сказал, шокирующий спектакль. Суть обряда была в заклании черной собаки. А дальше Путину посоветовали выпить несколько капель крови этой собаки, родившейся якобы в день осеннего равноденствия. А далее держать череп этой собаки у себя в кабинете. Вот как сказал об этом Валерий Соловей. Что касается этого обряда, который вместе с шаманами произвел Путин. Точнее, шаманы произвели в присутствии президента и министра обороны Российской Федерации. Этот обряд, заклание черной собаки, не имеет ничего общего с шаманизмом. Ему посоветовали, ну не только выпить несколько капель крови жертвенного животного, черной собаки, которая родилась якобы в день осеннего равноденствия. Но и хранить ее череп собаки, жертвенного животного, у себя в кабинете. И уже ясно, что этот, с позволения сказать обряд, дал прямо противоположный результат. Он, по словам Валерия Соловьева, нанес просто убийственный удар по репутации Владимира Путина на Западе. Дело в том, что этот обряд кто-то из окружения Путина тайно снял на видео. Это видео уже попало в распоряжение руководства США и ведущих европейских стран. Ну и несложно понять, какой оно там произвело эффект. Вот как сказал об этом Валерий Соловей. Вы можете сказать, что это абсолютная фантасмагория, что это звучит дико. Да, и для меня это звучит дико. И для Андрея Космача это звучит дико. Совершенно верно. Но я вам рассказываю о той дикости, абсолютной дикости, законченной фантасмагории, которая сейчас наблюдается в высших эшелонах власти, которая вызывает оторопь и возмущение у тех людей, которые находятся рядом. Именно поэтому то видео, о котором я сказал, которое утекло на Запад и оказалось на Западе. Ну и какой вывод сделали руководители ведущих западных держав, догадаться несложно. Впрочем, давайте опять послушаем Валерия Соловей. Их реакция была однозначной. Они увидели физическое и ментальное угасание лидера России. Еще раз подчеркну. Физическое и ментальное угасание. После этого президент Байден дал отказ на предложение с российской стороны о встрече или разговоре с президентом Путиным. Они не считают, что им есть с кем разговаривать. Они считают, что у них уже нет переговорщика. Добавлю, дальше Валерий Соловей высказался куда более жестко. Точнее, намного более жестко. Но я решил не включать эти его слова в данный фрагмент. Что здесь можно сказать? Мы с вами, конечно, не знаем, был ли действительно проведен этот, с позволения сказать, обред. Но если это действительно так, то думаю, что Путин опозорил нашу страну, так как ее не опозорил еще никто и никогда. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!